Добрый день! Информационная служба телерадо-компании Гомель протягивает свою работу у эфиры. У студы працует Евген Паблавец. Делегаты пятого Всебелорусского народного схода вернулись из Минска. У коллективов и на працованных местах они обмеркивают земляками стратегию развития краины на ближайшие пять годов. Белорусский металлургичный завод на этом форуме представляли два делегаты. С Вячеславом Дьяченко, галонным специалистом по остале плавильной вытворчасти завода, встретились наши корреспонденты. Вячеслав Дьяченко на работе уже с 8 годин ранец. Правда, этот понеделок начался не так, как обычно. Надо было обмерковать галонные подеи опошнего тыдня, отказать на питании коллег, которые накировали Вячеслава на национальный сход. Людей текает, как будет развиваться краина в ближайшие пять годов, а разом с ней и родный завод. У нас очень много делается на заводе, чтобы нашу продукцию брали, чтобы мы работали, не стояли. Вот посмотрите, сколько у нас новых цехов открывается постоянно. Так что мы довольны, что у нас все хорошо. Одно из главных вопросов, что прогучало нас в ходе – поддержка талиновитой молодой. Это особенно важно, когда говорить о инновационной технологии. Сейчас Белорусский металлургический завод вытремливает жесткую конкуренцию на международном рынке с боку китайских и японских предприятий. Когда продукция была потребована, когда работать не на склад, нужно идти в ногу с часом и использовать на вытворчасти самые современные подходы. Не только в технологиях, но и в кировании вытворчными процессами. И тут надо иметь специалистов высокого уровня. Если человек грамотный, образованный, то у него все получится. Главное саморазвиваться и стремиться к лучшему для себя. Каждый должен определиться, что он хочет, и к этому стремиться. Если желание есть, то все получится. На заводе для молодежи это все есть. Сегодня БМЗ – это один из лидеров сиротметаллургичных заводов на постсоветской просторы. По объеме товарной продукции, белорусский металлургичный, выходит улик пяти наибуйнейших предприемств в республике. Что год заводам инвестуется не меньше к 100 миллионов долларов США в техничное первоузброение, реконструкцию и новое обсталевание. Металлопродукция поставляется в большем 100 краин света. В десятку наибуйнейших импортеров – Россия, Египет и Германия. БМЗ в своем развитии и прошлую пятилетку закончила на высокой ноте. Мы имели возможность модернизировать стальплавильное производство, построить новый мелкосортный стан, который выпускает уже сегодня инновационную продукцию, которая востребована такими концернами, как БМВ, Даймлеру, ведущими производителями автомобилестроения. Также эта продукция востребована в робототехнике и в сельском хозяйстве. Развитие инновационных технологий, поддержка отеляновитой молодости и поляпшение якости жития людей – у всех эти вопросы были главной метой национального схода и нашли поддержку с боку делегатов. У этом на керунку и будет развиваться наша страна в ближайшие пять годов. Яугин Пабалавец, Марина Северьянова, Игорь Марышченко, Телера, Дея Кампания Гомель. У Октябрьском районе отшумел девятый республиканский фестиваль фольклорного мастерства «Берагиня». Больше за 900 удельников семи края света продемонстрировали на Гомельшине свои народные традиции. Гучное мероприемство наведал и министр культуры Республики Беларусь Борис Святлов. Про то, как завершился девятый полику фестиваль, расскажет Ганна Ковалева. На четыре дни Октябрьский район стал местом, где объединялась и минулая, и сучасность. Тут пройшел девятый республиканский фестиваль фольклорного мастерства «Берагиня». Танцы, песни и докороты на прикладную творчесть минулых 100 годов на им представила миновито молодое поколение. Причем все лето не только из Беларуси, а и из России, Украины, Литвы, Польши, Сербии и Чехии. Тому колонной мы этой «Берагиней» стало не только захование народных традиций, а и демонстрация их уникальностей, как для Беларуси, так и для инших сусветных культур. Фестиваль «Берагиня» объединял вокруг себя всех нас. Это гонор нашей Октябрьшины, а коллектив Рудобельские озерочки, можно сказать, является застрельщиком этого чудового фестиваля. И он прошел на вот несколько этапов. Свою историю фестиваль в Одессе 1998 года. Сюля-то же он прошел в девятый раз. Дарый, что масштабы мероприемства растут с неверогодной худкостью. Починался он как региональный. С часом на бою статус республиканского, и на этом спонять свое развитие не сбирается. Для правонания у минулый раз удельниками фестивалю были 500 человек. В этом году Амаль в два раза больше. Причем проходил он уже под еде ЮНЕСКО в рамках конвенции об охове нематериальной культурной испадщины. Дякую, что тут поширилась около удельников, которые представляют замежные краины, то безумовно, конечно, это наступный шлях, наступный крок, это то, что он станет международным фестивалем. И, по сути, он уже таким собой и являет. Так что, нехай протягивается надалее, добрый шлях, как кажется, в фестивале. Сюля-то Берагиня складалась из некоторых фестов разных накерунков. Локальное выконание и многое иншее. В целом, конкурсанты споборничали в девяти номинациях. Найбольше мощными опынулись коллективы из Воложенского района Минской области и господа из Октябрьского. Замежных жагучно заявили про себя сербские и чешские артисты. Такую оценку дала экспертная рада, в склад, в которой вошли вядомые девчатые культуры и мастерства Беларуси. Однако головной задачей фестивалю было не столько выявление переможцам, сколько и захований уникальных народных традиций и подтримания коллективов, которые и выходят на сцену для этой мыты. Уже само название фестиваля «Берагиня» говорит о том, что нужно беречь. Это говорит о том, что если те новые поколения, которые сегодня живут в стране, берегут свою спадшину, свою историю, то у страны есть будущее. Ганна Ковалева, Сергей Лукашук, Зактябрьского района. У Гомеля унаделю означали «День молоди». У вогали мероприемства, акции и флешмобы, присвященные этому свято, проходили у областных центров на протягу минулого тыння. Организаторы спрабывали уличить интересы и захопления, как мага большей колькости молодых людей. Своясабливым финалом стали урочистости на пляцовце для Палаца водных видов спорта. Спорт и музыка. Свято объеднало основное захопление сучасной молоди. Починает 6.12.1 пляцовку отдали прихильникам в уличных видов спорту. Споборничали брейкдансеры. Специальные пирожкоды усталявали для аматоров паркуру, роликовых коньков и велосипедов BMX. Кожный показал выники своих тренировок, складанные труки и элементы. Открытый кубок Гомеля по BMX собрал амаль 30 райдеров из всей Беларуси. Их поделили на две группы – аматоры и профессионалы. Кожному давалось только одна хвилина, кобуразить журы своим майстерством. Мы оценивали по сложности трюков, по количеству и по качеству их исполнения. Уровень ребят растет каждый год. В этом году были очень крутые трюки. Змогли глядочи убачить эти довольно складанные элементы. Сальто назад с разворотом на 180 градусов. У Беларуси могут заробить немногие. Один из их – райдер из Могилева Александр Фоминых. Кажа головная про выконание таких складанных элементов – перемахчий страх. Трюк довольно-таки технически сложный, но больше он страшный. То есть тут нужен моральный дух. Я рад, что у нас в стране такое происходит, потому что я катаюсь далеко не первый год, как бы седьмой год. И получается, ну у нас в стране редко проходят мероприятия, но радует то, что они вообще проходят. А в этом году вот это первый ивент, который прям зацепил. По кульве изначали пероможцы, все роды велосипедистов. Своё мастерство володание мотоциклам продемонстровали стандрайдеры. Проезды на одном коле и спаленные шины. Завершением вечера устау вялики танцевальный марафон, у яким приняли удел гомельские историчные музыканты. У Богу ли день молоди, у гомеля надзначили на выдатна. В этом году очень большой размах при проведении вот этих праздничных мероприятий. И уже вот общавшись с нашей молодёжью, вот уже по итогам проведения вот некоторых мероприятий, очень хорошие положительные отзывы. Молодёжь хочет, молодёжи это интересно, ну это самое главное для нас. Максим Савин, Михаил Рабкоу, телерадиокампания «Гомель». Глядите сегодня в вечернем эфире телеканала «Беларусь-3» новый выпуск ток-шоу «Пушкина-8». Как и, звычайно, в центре уваги творчая группа телепроекта «Жыцё Гомеля» и в области у особах и комментариях. Вестка про тое, что пасля першага липеня жильё, якое немае уласника, стане арендным, подштурхнула многих заняться откладиной у долгую скрыню приватизацией. Тут и высветилася, у гэтым процессе, який пачался больше за 20 лет тому, немало нюансов. Гости и эксперты у студии, серотых керавництва ЖКГ Гомельской области, адвокаты и экономисты, дадуть отказы на самое актуальное питание. Глядите ток-шоу «Пушкина-8» сегодня у 18.30 у вечернем эфире телеканала «Беларусь-3». Гэты и инши новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomel.by. На гэтом выпуск завершенный у студии працывал Евген Паблавец. Усякого доброго и до встречи в эфире.